Дорогие школьники, дорогие участники проекта «Вместе с Вышкой», дорогие учителя, сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать свой проект, который называется у нас «Литературный стартап». И немножечко поясним, что стоит за попыткой сделать свой портал или подкаст, или таймлайн, или какой-то другой творческий проект. С литературой сейчас происходят странные вещи. С одной стороны, редкий учитель не жалуется на то, что дети стали меньше читать, что старшеклассникам трудно даются большие произведения русской классики, редкий человек способен до конца дочитать «Войну и мир» не в кратком содержании. А с другой стороны, мы наблюдаем расцвет совершенно невероятный, особенно вот в последние три года, связанные с эпидемией и с развихием, соответственно, разного рода онлайн-технологий, мы наблюдаем невероятный взлет разного рода просветительских образовательных программ, связанных именно с литературой. Ну, давайте посмотрим, пожалуйста, что же не читают, конечно же, читают на самом деле, да, что же слушают наши якобы не читающие школьники. Итак, Арзамас, Полка, Магистерия, Армен и Федор, Системный блок, Страдающее Средневековье, Плохие аннотации на хорошие книги, я рискнула здесь же назвать еще и проект «Лестница», который совсем недавно запустили студенты нашей программы, у которого пока не так много подписчиков. Так что мы здесь начинаем действительно вместе с вами. Если мы посмотрим на лидеров в этих позициях, то мы обнаружим, что у Арзамаса, например, правда, вышедшего на образовательный рынок уже довольно давно, 8 лет назад, да, практически полмиллиона подписчиков. То же самое у Страдающего Средневековья. К ним стремительно приближаются такие паблики, как, допустим, Армен и Федор, или Системный блок, или Магистерия. С чем же это связано? Почему же возникает такое большое желание слушать, читать, интересоваться, и иногда даже и тем, что непосредственно входит в школьную программу. Понятно, что Страдающая Средневековья, например, рассказывает о произведениях далеких от круга чтения школьников, но на том же Арзамасе у нас масса материалов непосредственно по русской классике и 19-го, и 20-го века, и даже 18-го века и древнерусской литературы. Очень много такого рода материалов на полке, на магистерии, на портале «Горький». С чем это связано? Давайте посмотрим, в чем секрет успеха каждого из этих порталов. Вот, пожалуйста, Арзамас. Ну, сегодня это, конечно, лидер на рынке, если можно так сказать, таких просветительских порталов. И Арзамас выработал с самого начала очень широкий диапазон подходов к художественному тексту. Смотрите, на Арзамасе у нас есть лекции, причем лекции в чрезвычайно удачном формате. Здесь нет лекций, которые тянутся полтора часа и дослушать которые не всегда хватает времени и сил. Все лекции здесь, как правило, короткие, 15-20 минут, очень динамичные, но из этих коротких лекций потом складываются циклы, и у человека возникает представление о каком-то явлении в целом. Но здесь же есть и разного рода литературная игра, и тесты, можно почувствовать себя в той или иной роли. Здесь же есть у нас и короткие заметки, которые связаны с всякими загадочными фактами о литературе. 7 секретов горя от ума, 10 секретов Евгения Онегина. Всего Онегина, наверное, таким образом не прочитают, но в тексту приблизиться уже, конечно же, можно. Арзамас сразу фиксирует время, например, чтение на 15 минут. Он не ограничивается только литературой. Здесь и история, здесь и театр, здесь и язык, здесь и кинематограф. И, конечно же, очень много форматов разработано именно Арзамаса. Сейчас практически все, что делают на других любительских порталах, так или иначе, отталкивается от того, что предложено профессионалами на Арзамасе. Кроме того, Арзамас довольно давно запустил еще и отдельное свое приложение, в котором те же самые курсы можно слушать, но доступны уже не все, и оно монетизировано. То есть для того, чтобы услышать курс целиком, надо, как правило, что-то заплатить за то, это курс, который всегда с тобой и где угодно, по дороге в школу или институт, выгуливая собаку, просто гуляя, ты можешь эти курсы слушать. Полка. Ну вот полка тоже выработала много разных форматов. Книги, списки, стахи, подкасты. Я бы обратила сейчас внимание на два из них. Это подкасты, которые представляют собой такую беседу об одном стихотворении, причем, как правило, это беседа с либо поэтом, либо литературоведом, но в любом случае очень внимательным читателем. Хотите послушать как можно час говорить об одном стихотворении, пожалуйста, вам сюда. А с другой стороны, вот очень востребованный формат, это формат, который связан с описанием одной книги, который задается, ну, допустим, десяток вопросов относительно наивного читателя. И литературовед профессионально, отвечая на эти вопросы, выстраивает картину, связанную с произведением в целом. Причем здесь высочайший уровень этих текстов. И вот мы их сплошь и рядом используем в нашем уже не школьном, а, напротив, вузовском преподавателе. Проект Магистерия, который работает главным образом с целостными курсами лекций. Здесь лекции достаточно протяженные, но зато человек, прослушавший определенный курс лекций на Магистерии, может быть уверен, что он, по сути, получил высшее образование вот по этой конкретной теме. И совершенно точно все эти перезнает о русской драме 19 века. Или о детской литературе, или о Гарри Поттере. То есть здесь установка на такой серьезный академический подход. Очень широко набирающий сейчас популярность канал Армен и Федор, ведущий которого предлагает темы, интересующие, как правило, человека, может быть, не профессионального филолога, но очень заинтересованного читателя. Какие книги стали открытием 19-го года, или зачем надо сейчас читать Гомера, и как сейчас можно прочитать Гомера. А вот сейчас это проект по члению Круста, до этого это был проект по члению Джойса, по члению Улиса. Иногда это просто блистательные такие монологии, ну, допустим, топ-10 первых строчек в литературе. Я бы сказала, что этот проект ориентирован на гуманитария, но, наверное, не профессионального филолога, а человеку, которого хочется читать, но он испытывает некоторые трудности. Может быть, здесь как раз и ответ на кого вообще ориентирован профессиональный проект, просветительский проект. Он ориентирован на человека, которому нужен помощник в члении, нужен навигатор, нужен подсказчик. Но нужен не тот, кто навязывает ему свою точку зрения, не тот, кто требует от него срочно ответить на вопрос, что хотел сказать автор, мы этого все равно никогда не узнаем, да, это тот, кто готов вместе с ним и вместе с автором проходить какой-то общий путь мышления. Еще один стремительно развивающийся одновременно и паблик, и подкаст, да, это страдающее средневековье. Страдающее средневековье возникло в Вышке, и в свое время его сформировали студенты Вышкинской манистературы по медиевистике, и сегодня мы видим, что там выходит уже огромное количество и разного рода научных книг. Огромный интерес к средневековью, к медиевистике, который мы вот сейчас уже совершенно отчетливо фиксируем у старшеклассников, у студентов, он связан именно с распространением этого проекта. А, между прочим, страдающее средневековье очень интересно начало в том плане, что довольно долго страдающее средневековье в сознании читателя существовало главным образом не как набор каких-то текстов, а как набор картинок, которые рассылались, да, как правило, это разные средневековые изображения, но с вполне современными подписями. И вот этот ключ к современному средневековью, кажется, действительно поразил огромный интерес к проблеме. По крайней мере, если мы сегодня задаемся вопросом, а почему среди юных читателей средневековье стало модой, а, например, Ренессанс или Барокко или Античность пока не стали, вот, кстати, идеи для ваших будущих проектов, то наш ответ, страдающее средневековье, смогло привлечь своих будущих читателей вначале визуально, а потом на этот визуальный ключок попались уже, конечно же, те, кто любит читать и думать. Еще один стремительно развивающийся портал, системный блок, который возник вначале в среде компьютерных цифровых лингвистов, и на самом деле в какой-то мере он больше лингвистический, но точно так же, как страдающее средневековье, чуть больше исторический, да, но дело в том, что современная компьютерная лингвистика таит в себе множество разного рода возможностей для подхода к анализу текста. Ну, понятно же, что когда школьник получает задание, например, написать сочинение о диалектике души в войне и мире, ему проще всего вбить в Google или в Яндекс диалектика души в войне и мире, он получит там огромный выбор по сочинению, из которых так или иначе сконтаминирует что-то свое. А вот если предположить, что задание связано с тем, что, например, говорит о персонажах войны и мира, их речь, то можно проанализировать, что не только соотношение русского и французского, но и соотношение простых и сложных предложений или разных пластов лексики совершенно по-разному раскрывает нам разных героев. И, соответственно, возможность вот такого чтения по-новому открывает нам войну и мир. Но, действительно, может быть, так читать оказывается интереснее. Да и вообще, все ли мы толком представляем себе, что такое черепаховый суп или мозаиковый портфиль? А чтобы читать войну и мир, в общем, неплохо бы это представить. Итак, предположим, что мы создаем свой собственный литературный проект. Литературно-просветительский. То есть мы можем выходить в другие сферы, в сфере нашего интереса могут оказаться смежной науки, история, философия, социология, психология, лингвистика. Для них, наверное, тоже не обойтись. Давайте подумаем. Ну, первый вопрос, который нужно себе задать, это вопрос, как говорит один мой замечательный коллега, о зачемности. Зачем мы это делаем? И худший ответ здесь, который может возникнуть, это такой ответ. Мы это делаем, потому что нам в школе велели сделать некоторый проект. Если в школе велели, значит, в этом заинтересована школа, а не вы сами. А для того, чтобы проект удался, надо понять, зачем он нужен именно вам. Ну, например, за тем, что я очень люблю, с детства подумает кто-нибудь из вас, ну, например, трех муштетеров, или, например, остров сокровищ. Да, совершенно не обязательно ориентироваться только на школьный список литературы. Или пересмотрел все экранизации Шерлока Холмса, знаю их наизусть, и в деталях могу объяснить, чем отличается русский перевод от англоязычного оригинала. Я это делаю для того, чтобы как-то заразить своим интересом, своей верой в это знание, своей любовью к этому произведению всех остальных. И в этом ценность моего проекта. Здесь возникнет очень важный вопрос, а в чем именно он не похож на все остальные. Вы предлагаете 7 секретов, но 7 секретов уже есть на Арзамасе. Вы предлагаете полуторачасовую лекцию, но она уже есть на магистерии. Вы предлагаете развернутые ответы на вопросы, но, наверное, полка делает это не хуже. Что можете предложить именно вы? Это не означает, что не надо пользоваться теми форматами, которые уже предлагают другие порталы. Надо и можно. Наверное, все-таки количество этих подходов, оно более или менее ограничено. Но очень хорошо, если вы предложите что-то, что есть именно и только у вас. Что? Я этого не знаю. И вы пока этого не знаете, но очень важно до этого додуматься. Пусть даже 90% будет так, как делают другие, но 10% должно быть именно фишками вашего проекта. Обязательно продумайте, а где же, собственно говоря, у вас располагаются эти фишки. Может быть, они связаны с содержанием, может быть, они связаны с оформлением, с визуальным впечатлением от вашего проекта, со звуковым впечатлением от вашего проекта. Но, например, я знаю, что на канале Армена Федор всегда очень тщательно подбирается музыка для сопровождения того или иного чтения. Подумайте об этом до того, как вы начнете свой проект. И помните, что фишки могут меняться, а главное, по ходу вашей работы их неизбежно будет становиться все больше и лучше. Как определиться с темой? Вот здесь очень важно помнить, что ориентироваться при выборе темы можно только на себя самого. Больше ни на кого. И первый вопрос, который должен у вас здесь возникнуть, это вопрос о том, а в чем же я? Именно я, не мой учитель, не тот, кто руководит моим проектом, не мои родители, которые, конечно, хотят всего самого лучшего и надеются вам подсказать и помочь. В чем именно вы разбираетесь лучше всего? Ну, действительно, а может быть вы с детства настолько хорошо знаете, ну, допустим, двух капитанов, что готовы сейчас едва ли не энциклопедию этого текста представить? Ну, кстати, в аренциклопедии двух капитанов как раз существуют. А может быть вы прекрасно понимаете, в чем сущность поэзии, и легко вы можете объяснить, чем настоящие стихи отличаются от множественных подделок на графоманских сайтах. А может быть вы очень хорошо владеете разными языками экранизации, да? А может быть вы пока еще ничем не владеете сверхъестественно хорошо, но что-нибудь вам очень и очень интересно. Вот подумайте, в чем именно вы разбираетесь лучше всего? И не только разбираетесь. Здесь есть еще один оттенок смысла. Хорошо, чтобы не только вы разбирались в этом, но и чтобы вы готовы об этом были рассказать другим людям. Вот подумайте, пожалуйста, о чем вы можете так рассказывать своим друзьям, что в этот момент они прячут телефоны в карман, да? В какой момент вы привлекаете к себе внимание именно как рассказчик? Когда говорите о книгах, когда говорите о кино, когда говорите об иностранном языке, и вот тут вот очень важно поймать. Мне это удается. А потом подумайте, а как можно эту сферу расширить? Ну, например, вот я рассказываю про Шерлока Фолмса, может быть я вообще очень хорошо знаю всякое про викторианскую Англию, а может быть пока не знаю, но узнаю и смогу этим поделиться, и смогу сделать какой-то свой проект. Так, очень важно для того, чтобы этот проект действительно состоялся, что называется поймать формат, что мы можем сделать. Ну, кажется, самое простое – это паблик в соцсетях. Он не требует от вас каких-то вложений на первом этапе. Очень важно, чтобы на вас начали подписываться, да, и здесь, разумеется, в соцсети живут меньше, чем газеты, и меньше, чем бабочка, да? Мы помним, что в них написано буквально на протяжении одного дня, иногда и вовсе нескольких часов. Значит, если вы решаетесь на паблик в соцсетях, вы должны рассчитывать на довольно частые обновления. Может быть, вы надумаете вести канал в Телеграме или, например, на Ютуб. Это более или менее серьезно. Здесь немножечко ответственность по отношению к сказанному слову возрастает, но, с другой стороны, и обновления могут быть не такими частыми. Значит, здесь, наверное, надо еще и продумать. Если вы будете вести постоянные записи, насколько у вас есть возможность качественно это записать. Неплохо бы, чтобы кто-нибудь из участников вашего проекта владел некими навыками, связанными со звукорежиссурой или с редактированием видео. И, наконец, если кто-нибудь из участников проекта готов сделать свой сайт, а это тоже не так сложно, да, это дает нам самые разные возможности, потому что сайт позволяет объединить и подкасты, дать какие-то таймлайны, то есть временные слоты, да, и записать какие-то небольшие лекции. И главное – сохранять все это в одном месте. Словом, это зависит, ну, скажем так, от компьютерной продвинутости хотя бы одного из участников проекта. А лучше, если, конечно же, всех. О чем стоит помнить, когда вы начинаете подобного рода работу? Ну, во-первых, о том, что любой формат, если он единственный, рано или поздно дает. Все тоже страдающие средневековье, если бы оно ограничилось только картинками, наверное, в какой-то момент потеряло бы часть своих подписчиков. А пока мы видим, что их количество стремительно возрастает. То есть мы все время должны осознавать, ага, начинаем мы, допустим, с картинок, но потом к этому могут присоединиться подкасты, потом к этому могут присоединиться литературные игры, потом к этому могут присоединиться факты о произведении. Очень важно помнить, что наряду со словом как таковым обязательно есть что-то, что позволяет воспринимать это слово. Скорее всего, вам понадобится какой-то визуальный ряд, и опять-таки надо подумать, а где же не только в недрах интернета, вы можете отыскать те картинки, которые составят для вас этот визуальный ряд. Чем реже найденное изображение, тем больше шансов, в общем, что оно привлечет к себе внимание. Музыка. Понятно, что очень часто разговор о литературе соотносится с разговором о музыке. Давайте подумаем, какая музыка в то или иное время будет звучать. Регулярность обновлений. Здесь, к сожалению, мы действительно живем вот в таких интернет-условиях, в которых от регулярности обновлений зависит чрезвычайно многое. Если мы заявляем о том, что каждую неделю у нас будет появляться новый выпуск, мир может перевернуться, но новый выпуск должен появляться действительно каждую неделю. Или если вы ведете всего-то на всего паблик в соцсетях, это не таких больших вложений действительно от вас требует, наверное, лучше, чтобы это было движение. И обязательно важно предусмотреть возможности для обратной связи. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы ваши читатели могли оставлять комментарии, публично или писать вам лично, это решать вам, но чтобы вы действительно почувствовали своего читателя и слушателя. Парни вопрос, который возникает всегда, когда мы работаем в какой-то команде, это вопрос о том, как организовать командную работу. Суровенью мы часто сталкиваемся с тем, что на всех уровнях и во взрослой жизни тоже, что командная работа – это один лидер и два-три человека, которые готовы как-то его поддержать. Но, конечно же, в оптимальном варианте работа в команде – это работа равноправная, когда вы точно знаете, кто и за что именно отвечает. Ну, по нашим наблюдениям, вот в работе со студентами оптимальная команда – это от трех до пяти человек, двое – достаточно сложно, потому что если вдруг кто-нибудь один не может, ну, самые разные могут быть причины. Кто-то может заболеть, а кто-то может готовиться к заключительному этапу Всероссийской Олимпиады, и ему не до поддержки проекта в этот момент. Значит, эта ситуация не совсем взаимозаменяемая, поэтому минимум трое. Больше пяти здесь нужны относительно профессиональные навыки менеджмента для того, чтобы этих пятерых удержать, для того, чтобы они не разошлись в разной структуре. Вот надо подумать о том, какие специальные навыки есть у каждого, или какие навыки каждый готов в какое-то довольно короткое время приобрести. Ну, допустим, может ли кто-нибудь позаниматься звукорежиссером? Может ли, умеет ли он это уже сейчас, или он готов этому обучиться в довольно быстрое время? Владеет ли кто-то дизайнерскими навыками? В какой мере и насколько он готов вкладываться в дизайн сайта? Умеет ли кто-то обрабатывать видео? И каким образом? Кто умеет хорошо, ярко и харизматично говорить? Хороший проект – это проект, который позволяет раскрыться самым сильным сторонам личности и самым сильным навыкам каждого из участников. Постарайтесь об этом договориться сразу. Потом в процессе работы распределение ролей, конечно, будет меняться и корректироваться, но на старте лучше понимать, чего именно от вас ждут, и чего именно вы ждете от своих коллег. И очень важный вопрос, да, насколько часто вы готовы выкладывать обновления? Вот здесь я готова поделиться, скорее, не очень удачным опытом, когда мы два года назад задумали впервые свой студенческий образовательный проект, мы разогнались на то, что будем выкладывать три обновления в неделю. Но, естественно, напряженная преподавательская студенческая жизнь организована так, что она просто не предоставляет такой возможности. И, к сожалению, вначале действительно выкладывали много обновлений, а потом замедлились. Вот сейчас мы будем переструктурировать наш формат, наш портал, и, видимо, сохраним одно обновление в неделю. Но уж тогда действительно качественно. Естественно, что у каждого из ваших каналов, если это канал, появится, скорее всего, спикер, говорящий лицо, говорящая голова. Конечно, лучше всего, если они будут меняться, чередоваться. И в этом плане, я бы скорее сказала, не как выбрать автора или спикера. А чего стоит ждать от каждого автора или спикера? Во-первых, это компетентность. Нет ничего хуже, чем... Ну, нет, конечно, есть всякие вещи хуже, да? Но для человека, который что-то говорит публично, в общем-то, нет права на ошибку. Ну, вот приведу такой пример. Буквально несколько дней назад один из очень известных спикеров в литературном поле допустил довольно грубую фактическую ошибку, говоря о сюжете «Войны и мира». И мы могли наблюдать, как стремительно снизилось количество его подписчиков. Почему это произошло? Потому что не верят, хотя, скорее всего, человек просто допустил эту ошибку совершенно случайно. Значит, все, что вы сказали, все, что вы записали, обязательно надо проверить. Не жалейте, пожалуйста, времени и сил на фактчетинг. И лучше, если проверкой будет заниматься не тот, кто это сказал или записал, а другой человек. Вот это всегда окупается. Харизмахивченность. Это не означает, что среди вас надо немедленно сейчас выбрать самого яркого, самого высокого, самого красивого, обладающего самым красивым голосом и так далее. Но говорить о том, что... Но лучше, если спикер будет говорить именно о том, что интересно ему. Ну вот, если бы сейчас мне пришлось говорить о тех книгах, которые я вам уже назвала, я бы, наверное, не очень смогла развернуться, говоря о «Об острове сокровищ» или «Трех мушкетерах». Я, конечно, когда-то читала в детстве и когда-то любила, да. Но так сложилось, что потом я к ним не возвращалась. Зато, например, про книжку «Дорога уходит в детстве», который я написала двухтомный комментарий, я могла бы говорить практически бесконечно. Помните, что харизматичность – это не врожденная черта, это ваша влюбленность в ту или иную тему. И, наконец, творчество. Знаете, что нет никакого готового подхода, нет никакого готового шаблона. Вы все время должны быть готовы экспериментировать. Может быть, поменять белый фон на красный, может быть, поменять картинку, может быть, перевернуть все с ног на голову. Я не знаю, как вы это сделаете, но готовность к этому обязательно должна быть. Наш проект существует не в изолированном мире, но прежде всего ориентирован на аудиторию. Как свою аудиторию найти? Прежде всего давайте попробуем задать параметры этой аудитории. Это должны быть, во-первых, параметры возрастные. Кто такие эти люди? Мои ровесники? Может быть, те, кто младше меня? А может быть, те, кто старше? А знаю ли я, как с ними говорить? А как с ними найти общий язык? А если мои ровесники, они очень разные, то какие именно это ровесники? Попробуйте представить себе тех первых 10-12 человек, которые будут читать или слушать ваши материалы. А теперь подумаем, а что сделать для того, чтобы их круп стал вдвое больше, втрое больше, в 10 раз больше. Скорее всего, если вы действительно заинтересованы темой, это произойдет без всякого вашего участия, не совсем со значимым усилием. Но, тем не менее, обязательно продумайте, что это за аудитория. Подумайте, чем они интересуются. Ну, например, наверное, люди, которые подписаны на страдающие средневековье, готовы расширить свои интересы, в сторону, ну, допустим, эпохи возрождения или античности. А чем их в таком случае можно будет заинтересовать? А как расширить ту сферу интересов, которая у них уже есть? Итак, мы с вами заканчиваем нашу лекционную часть. И, внимание, сейчас вы получаете свое задание для дальнейшей работы. Итак, до первой, до следующей, точнее, нашей встречи, вам надо придумать свою идею для литературного старта. Что входит в это понятие идеи? Во-первых, та самая зачемность. Постарайтесь ответить на вопрос, зачем нужен ваш проект. Еще раз, потому что я хочу заразить всех своей любовью, ну, например, к японской культуре, совершенно достаточно. Второе, подумайте, какой формат у вас будет. Здесь надо как-то пройти между ссылой желаемого и харибдой возможного. Вот подумайте, какой формат позволит вам это сделать. Придумайте, какие фишки у вас могут быть. Ну, может быть, каждый, кто посмотрит ваш первый материал, получит какую-нибудь виртуальную наклейку или стикер, да, а может быть, что-нибудь другое. Подумайте, какие будут у вас первые два-три выпуска. Не означает, что уже сейчас надо придумать их содержание, да, но подумайте, чему именно они будут посвящены. Обязательно продумайте свою визуальную и звуковую составляющую. Определитесь, на какую именно аудиторию вы ориентируетесь. И постарайтесь собрать все это, обсудить и более или менее распределить роли в вашем грядущем проекте. Это не такая простая задача, но от ее успешного выполнения как раз максимально и зависит успешность вашего будущего проекта. Помните, как говорил Базаров про то, что не более горшки обжиганы, да? Вот действительно, не более горшки обжигают. И, наверное, каждый школьник может сделать что-то чрезвычайно интересное. Давайте поверим в себя и постараемся это сделать. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...